Ой, блин. Слушай, мне вот не нравится, что здесь валяются огромные ребра. Давай спустимся вниз, ну его нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто-то, 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 по-моему, нас уже преследует. И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем играть в игру под названием Beasts of Bermuda. Насколько из вас многие знают, нам добавили недавно нового игрового динозавра. Давайте посмотрим. Так, травоядные. Да, вот такой вот маленький зверек. Посмотри, какой он милый, боже. Это Арикто Дромиус, или Арикто Дремиус. Боже, весь язык сломаешь. Короче, маленькая Арикто. Больше скажу, что этот маленький зверек может рыть норки на серверах. И, кстати говоря, серверы и крашутся, как в The Isle. Ну, насколько я слышал, что было как бы поначалу, когда только выпустили патч, это новое обновление, да, с этим маленьким зверком, то какие-то были траблы на серверах, но сейчас вроде бы как все поправили, и мы попробуем сегодня порыть норки, ну и, конечно же, побегаем за этого маленького зверушку. Так, давайте посмотрим. Так, пол. Конечно же, я выберу самца и выберем окрас. Так, что нам предлагают? Так, есть стандартные. У нас пять стандартных цветов. Вот более полосатый. Вот такой мне как бы больше нравится. Так, мордочка, мордочка, мордочка. Давайте какую-нибудь, я не знаю, более светлую и желтую, наверное, какую-нибудь сделать. Посмотри, как он мило встает на задние лапки, боже. Кстати, размеры для того, ну, для тех, кому интересно, размеры данного динозавра были в длину, по-моему, если я не ошибаюсь, два метра. Вот, а весил данный зверек около всего лишь каких-то 20-30 килограмм, да? Вроде бы два метра. Это, казалось бы, так много, но... Боже, там, по-моему, да. Одни кости. Вес костей, больше ничего. Кстати, для тех, ребятки, кому интересно, мы все там же и играем, ребята. Это сервер Trouble Home. Присоединяйтесь, ребятки. Здесь всегда тепло и атмосферно. И, конечно же, все ссылочки на их Дискорд-канал и прочее будут в описании. Да-да. Так, ну что ж, друзья, давайте продолжим с окрасом. Так, тело... Давайте, наверное, шибко, может быть, заморачиваться не буду. Тело... Такое яркое, что ли. Давайте, может быть... Может, вот такой салатовый, как бы... Вот. Вот такой, ну, не сильно выделяющийся, да, чтобы хищники, как бы, нас не заметили, отметины. Так, пятнистый. Ой, посмотри, у него какой волосатый хвостик. Боже, прикольно. Кстати, что я еще заметил? Заметил новую менюшку. Ну, конечно, она довольно-таки пока мне непривычна. Не знаю, как вам, ребятки, но... Я думаю, вы очень много играете, поэтому вы много... Вернее, вы быстро привыкаете. Ну что ж, давайте начнем. Так-с, вот такая маленькая у нас чудо-зверушка. Посмотри, насколько, боже, он милый. Маленький хорек какой-то, не знаю. Так, а что у нас там? Посмотрим по здоровью. Здоровье 40, выносливо 75. Опять, вода, так, комфорт. Рост маленький, да. Конечно, я еще совсем маленький. Ну, что же делать? Придется с этим пока смириться. Так, давайте прокачаем, может быть. В какую сторону мы будем его прокачивать? Давайте, может быть, может быть, может быть. Прирожденный пловец, песочник. Так, сильные легкие. Крепыш. Конечно же, песочник, да, вот. Так, давайте вот это до конца прокачаем. Песочник уменьшает трату силы умений при выбросе песка, чтобы отвлечь или помешать хищнику во время погони. Ладно, хорошо. Так, посмотри, сколько навалено здесь всякого песка. Это, знаете, что это такое? Это уже кто-то здесь у нас копал, кто-то рыл норки. Возможно, мы даже зайдем в чей-то тоннель. Я не знаю. А, кстати, я хочу, знаете, что посмотреть? Я хочу посмотреть, как он кричит. Ой, посмотри, он прямо щебечет и... От радости прискакивает. О-о-о, да ты, малый, опасный. Ой, сама нежность, слушай. Так, ладно. Так, 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 подожди. Где-то у нас здесь, по-моему, уже... Есть разрытый тоннель, да? Я так понимаю, мы сейчас в него прямо-таки спустимся. Мне моего роста, интересно, хватит, чтобы перепрыгнуть, допустим, если вдруг норы нарыты таким образом, что будет большой такой порог, какой-нибудь полог, чтобы я смог перепрыгнуть. Давайте покушаем вот эти кристаллики, да? Подожди-ка, стой. Что они нам дают? Самочувствие. Подожди, самочувствие. Ну, наверное, самочувствие это для того... Ну, от того, наверное, что я спрятался в норку, и хищники меня здесь как бы и должны найти, да? То есть опасность минует нас. Кстати, вот эти корешки... Да, вот этими корешками именно... Он и питается. Вот этот малыш, он питается этими корешками. Так, ладно. Копатель тоннелей. Кстати, те, кто знаком с миром The Isle, там есть эти же маленькие существа, оры, но они там не копают тоннели. А сколько мы знаем, там, по-моему, копают тоннели лишь дриозавры. А вот маленькая ора там постоянно бывает добычей различных хищников. Ёлки-палки. Нифига себе, кто нарыл такой огромный тоннель. Кстати, знаешь чё? Вот что будет здорово, играя здесь за вот этого маленького Орикта, да? Это то, что можно нарыть тоннели и, блин, боже, и прятаться в них. Птичники сюда вряд ли зайдут. Даже какой-нибудь маленький велоцираптор ему это не удастся. Давайте, наверное, сейчас пока пробежимся по тоннелям, а потом посмотрим, может быть, даже кого-то встретим. Так, я не могу здесь переп... А, вот, двойной прыжок и... Всё, я перепрыгнул. А там... Подожди, а там, получается, мы с вами... Мы вылезаем или что? Нет, как-то непонятно. Ладно, давайте пойдёмте сами пороем тоннели, боже. Давайте пороем тоннели. Подожди, стой. Здесь ещё что? Подожди, ну... Ладно. Ага, вот таким способом, короче, мы можем рыть тоннели. И, кстати, когда... Во время того, когда мы роем тоннели, ребят, мы будем находить вот эти вот корешки, которые мы сможем поедать для нашего питания. Так, самое главное, нам нужно смотреть за шкалой. Вот эта слева, это шкала заполнения. То есть, сколько арикта может вырыть земли песка. Так, прокопать вверх. Давай прокопаем вверх. Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, что мы как будто немножко углубились куда-то, нет? Ага, подожди. А, вот, подожди, стой, у вас... Так, что у меня недостаточно сил и умений для раскопки наверх? Ага, а вот оно, да? Я так понимаю. Кстати, надо следить, знаешь, зачем? Надо следить за стаминой. Потому что если закончится стамина, то все, короче говоря, наш маленький арикта уже не сможет ничего рыть. А, ну вот, все, да, посмотри, прекрасно. Я сделал лаз наверх. Ой, блин. Слушай, мне вот не нравится, что здесь валяются огромные ребра. Давай спустимся вниз, ну его нафиг. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то, 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 по-моему, нас уже преследует. Бежим, бежим. Все, 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 все хорошо, все хорошо. Так, по-моему, была только что первая опасность, насколько я смог заметить. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, это был еще маленький арикта. Давайте скушаем вкусные, вкусные, привкусные корешки. Так, он роет землю, прям шумно мне. Так, о, посмотри, мы можем даже вниз копать. Ага, чудо-кристаллики. Давай-ка посмотрим. Так, комфорт. Почему самочувствие у меня минус 2,2? Тебя пугают эти страшные тоннели? Кстати, ребят, по поводу арикта, хочется сказать еще, что эти зверьки жили в поздний меловой период. И так же, да, они рыли норки и прятались там. Да, действительно, это все так. Это все правда. Давайте прокопаем тоннель, может быть, поглубже, я не знаю. А, подожди. А, все, здесь уже есть тоннель. Подожди, то есть... Что-то я не понял. Подожди, как понять, там есть тоннель. То есть мы не можем соединить тоннель с тоннелем? Хм, ну ладно, давайте... Давайте закопаем эту норку. Давай, отойдем назад. Так, давайте вправо прокопаем, что ли. Давайте левее. Я понял, у меня кончилась стамина. Ну, в принципе, мне нужно избавиться и от земли, я думаю. Давайте сейчас аккуратно, насколько это только можно, поднимемся на поверхность и выкинем всю землю, которая у нас только скопилась. Кстати, да, вот по поводу воды, мне нужна вода. Мне нужна вода. Мне нужна вода. Интересно, где ее найти. Здесь есть? Рядом водичка какая-нибудь. Какой-нибудь водопой или еще что-то в этом роде. По-моему, нет. Так, а что за фиолетовый запах? Подожди. Ой, он даже прыгает-то как мило. Боже. Слушай, для меня сейчас это самое милое существо, наверное, на сервере. И вообще в Бермуде. Так, по-моему, здесь нет воды. Да, плохо, что нет воды. Очень плохо. Так, ребятки, я, в общем, захотел уйти от своих норок. Я не буду там сейчас обитать один. Я пошел к ребятам. Там неподалеку есть небольшое стадо ориков, поэтому я решил к ним присоединиться. Вот. И что я еще заметил? Я заметил то, что орик, обрати внимание, он гиперспортсмен. У него просто колоссальная скорость. Это вообще невероятно, блин. С какой скоростью он мчит? Ты посмотри. Маленькие у тебя пятки. Там, вон, я смотрю, сверкают от такой скорости. Ладно, давайте сейчас примкнем к нашему стаду и там включимся, короче говоря. А, да, ребята, что хотел вам еще показать. Послушайте, как он нюхает. Он нюхает, как собака-ищейка, как дикая собака-ищейка. Так, ну что же, я уже, кстати говоря, не один. Меня встретил взрослый орик и сопровождает уже практически самим норком. Ну что ж, давайте попробуем дойти. Я надеюсь, что до темноты, до ночи мы с вами дойдем туда. Так, ребятки, нам нужно попить, но нас предупредили, что там обитают птеры. Они вылавливают маленьких орикто и убивают их. Так. Вроде бы как у ребят вода там есть. Попробуем сейчас дойти. А, ну все, мы практически рядом. Да, мы уже близко. Отлично. Ох, источник воды. Смочи свое маленькое горлышко. Давай, давай. Так, короче говоря, сейчас у нас, по-моему, будет новый хаос. Да, новый хаос. Ну, welcome to home, да? Как говорится. Что ж, давайте заходим внутрь. Я смотрю, у ребят тут вообще целая, по-моему, сеть тоннелей. Ого. Нифига себе. Можно? А можно мне кристаллики? Можно мне кристаллики? Можно мне кристаллики? Так, подожди. Пускай вот этот... Вот это будет старший копатель, я буду следовать за ним. Или что, ты мне даешь, типа, чтобы я прокопал дальше? Ну, давай. Давай вместе копать. А, подожди. Мы делаем новую норку. Я понял. Здорово. Ха-ха, прикольно. Ну, давай. А, подожди, стой. Я не могу. Вот здесь вот, с этой стороны. Это наше новое убежище. Я понял. Я понял тебя, что ты хочешь. Хорошо. Давайте все обкопаем здесь вокруг. Да, вот так, отлично. А почему не может? Подожди. А, у меня закончилась стамина. Ну да. Ты устала, маленький, да? Ты устала? Что, она роет тоннель ниже? Нет, по-моему, нет. Мы просто расширяем жилплощадь. Да. Просто расширяем жилплощадь. Ха-ха-ха. Так, все. У меня кончилась стамина. Подожди. Мне нужно немножко переждать. Вообще, по-хорошему, мне нужно бы... Знаешь что? Мне нужно выкинуть всю землю. Да, это будет самый нормальный вариант такой. О, нифига там ветер. Я внутрь. Я внутрь. Все. Остаемся пока тут. Я не слышу, где она копает. А, то есть она тоже выкидывала землю. Я понял, хорошо. Ну что ж, давайте расширяться. Давайте расширяться. Слушай, ну мне кажется, таким Макарычем скоро весь Trouble Home будет перерыт. Нафиг. Ох, и накопался я сегодня. Слушай, а моя пати куда-то убежала. Я думаю, наверное, придется бежать к ребятам. Не хочу сидеть здесь один. Ой, нифига себе, как мы много всего нашли интересного. Какие-то косточки, кристаллики, грибочки. Много... Много вкусных корешков. Конечно, куда же без них. Знаешь что, меня раздражает немножко. Вот этот звук как будто какой-то трансформатор или генератор здесь работает. Непонятно, что это такое. Что это за звук. Боже. Зачем это? Зачем? Так, давайте еще немножко, наверное, поедим. И можно... Да, и можно, конечно же, уже на боковую. Ну, если тебе понравилось данное видео, жми обязательно лайкосик. Жми колокольчик, дам не пропускать наши новые видосики. И обязательно пиши в комментариях, хочешь ли ты продолжения за эту маленькую и симпатичную зверушку Арикто. Я думаю, да. Это было прохождение первой серии за Арикто. Всем пока, до новых встреч, пока-пока. Он храпит. По-моему, нет. Да, он храпит.